Еще одна замечательная работа, замечательного художника Лев Кропивницкий, сын Евгения Кропивницкого, не путать, «Падающая ведьма», 1988 год, провинанс этой работы, собрание Виктора Бондаренко. Поэтому здесь все хорошо, замечательный художник, интересная классическая тема и, естественно, размер и масштаб. Два слова о сюжете. Мы уже с вами как-то вспоминали одну из историй про ведьм. Здесь изображена именно ведьма, падающая ведьма. Здесь все понятно. И всегда какие-то мистика, такие мистические сюжеты не очень воспринимаются людьми. Хотя здесь, с точки зрения мистики, нет. Это абсолютно декоративная, узнаваемая вещь. Больше декоративная, больше абстрактная, чем какая-то очень конкретная. И, тем не менее, одну забавную историю из жизни я не удержусь и расскажу. Это даже точно год вспомню. 1998 год. 1998. То есть, еще пока те самые лихие 90-е. Я покупал квартиру. Нужно было, чтобы набрать полную сумму, продать старую. Соответственно, в агентстве по недвижимости, где мы все это дело делали, меня отправили в отдел вторичного, так сказать, жилья, вторичных продаж. Ну, такой, по тем временам, тогда это называлось евростандарт, такой евроремонт. Офис такой евроремонт. Соответственно, коридор, там комнаты, менеджеры в комнатах, люди, все по-современному, нормально. Я иду в комнату с надписью вторичные продажи, или что-то в этом духе. Открываю ее и попадаю просто вот как вообще в кроличья нора, совершенно в другой мир. Это, во-первых, черные стены, это какие-то полки. На полках стоят какие-то шары хрустальные, там какие-то черепа, какие-то руки костлявые. Прямо вот стоят, да, с какими-то перстнями. Все это вот такого достаточно большого пространства. И посреди вот этого всего такой классический стол, там из фильмов ужасов, и за ним сидит нормально одетая дама. Ну, лет, наверное, женщина лет 35. Абсолютно нормально. А окружение вот такое, как вот фильм, я не помню, когда «Семейка Адамс», там что-то в этом духе. Да, они все такие мрачные. Ну, и ты попадаешь из современного офиса по нормальному, современному делу, и оказываешься ведьмин вертеп такой, да, настоящий. Только что паутины не хватало по углам. И просто опешил, да, не знаешь, что говорить. Пришел-то по делу, оценить свою квартиру, хочется ее, чтобы она подороже была, не цена, и так далее. На самом деле, как будто этого ничего нет. Эта женщина, эта менеджер спокойно меня пригласила за стол, я сел с опаской так. Там была какую-то книжку, интернет тогда не было. И по книжке быстренько оценила мою картину, все очень четко, по-деловому. И что самое главное, потом, когда сделку оформляли, я все ждал, когда в банк мы должны были приехать, там эти ячейки, закладываешь деньги, документы, кто с этим хотя бы раз связывался, понимает, о чем я говорю. И вот мы так все вместе стоим там, ждем, сейчас всех подъезжает. Я все жду, в каком виде она приедет. Она сейчас приедет в каком-нибудь блохоне, или еще хлещеный на метле прилетит, да-да-да-да. И нет, выходит такое, я даже запомнил, кремовое такое хорошее, дорогое пальто, вышло там из машины. Все очень четко, проверили договора, прям тын-дын-дын по пунктам. В этом смысле было все безупречно. Но вот это ощущение какого-то фантасмагории, какого-то потустороннего мира, это, конечно, осталось. И понятно, что это не просто так. И понятно, что это, представляете, насколько она была ценным кадром, что ей вот внутри нормального, большого, там на два этажа, там у них сотрудников был человек, наверное, под 100 агентства, разрешили иметь вот это вот такое странное своеобразное пространство. Ну, да, вот так, несколько встреч с такими настоящими ведьмами. А была ведьма, при этом, это было видно, чертики в глазах прыгали. Ну, все обошлось хорошо. Итак, «Падающая ведьма», Лев Крапиевницкий, замечательная работа. Тот, кто купит и кто увлекается примерно тем, что здесь изображено, будет отличным. Наша рубрика «Шедевры», да. Один из них, очередной, это «Куда ж без Владимира Немухина». Скульптура посвящения Акуджаев. Ну, тут понятно. Сразу, как только я произнес это слово, сразу все стало понятно, что здесь изображено. Она опубликована в прижизненной монографии, на которую мы не устаем ссылаться. Вмечательная вещь. Вот эта картиночка, вот эта фигура. Здесь, кто увлекается скульптурой, в первую очередь, конечно, надо обратить внимание. Тем более, что одна из продаж аналогичной скульптуры на МакДугле была за какие-то чудовищные деньги. Прям вот совсем какие-то чудовищные. Я сейчас не помню. 1015 долларов. В нашем самом случае, как и все, и все цены, это, конечно, очень правильно все. Поэтому, кто приобретет, получит великолепную вещь. Расскажем про нее подробнее. А если мы хотим рассказать про скульптуру, которая посвящена Акуджаве, куда же нам деваться-то? Надо рассказать про Акуджаву. Кто это? Что это? Что за явление культурное? А тут, поверьте мне, про Акуджаву. Отец у него был порторгом Уралвагонзавода. Нормально? Да, того самого. Как все в этом мире переплетено, да? Отец Акуджава был порторг Уралвагонзавода. Да. Сотрудники Уралвагонзавода, я вам передаю привет отдельно. Подумайте о том голосе, который вы в том числе куда-то плюсуете. Итак, и он был расстрелян в 1937 году, да? Тот самый 1937 год, который мы все то ли не помним, то ли помним, то ли уже не про нас. А как вспомнишь про недельные давности события с Игорем Маркиным? Да, может, и про нас. Так вот, отца Акуджавы расстреляли в 1937 году по обвинению в покушении на его друга Серго Джаникидзе. Нормально? Это к разговору о законности. Мать отправили в лагеря в 1938 году. А? Судьба. В 1948 году, когда исполнилось Акуджаве 18 лет, ушел добровольцем на фронт. Долго не брали. Упросил военкома отправить на фронт. Отправили. Минометчик. Был ранен под Моздоком. Комиссован. После войны учился на филфаке. Работал учителем. В 60-х стал выступать в жанре бардовской песни. Пришла популярность. Вот такие у нас судьбы великих людей в стране. А кого мы помним из бардов? Я сейчас не хочу никого обидеть, но помним мы Владимира Высоцкого, которому я бы слово бард не очень применял. И как раз Булата Акуджаву. Более того, когда я был школьником, наверное, 10 класс, я был странным свидетелем такого диспута среди какой-то такой интеллигенции. Кто более важен для истории, культуры? Кто внес в нее больший фклар? Кто популярнее даже, я бы так сказал, Акуджава или Высоцкий? Тогда мне это было странно. Я больше слушал Высоцкого. Сейчас наступает понимание совершенно другое. И отношение, естественно, к Акуджаве сравнивать нельзя. Естественно, масштабы личностей, естественно, сопоставимы. Они как уж не в противовес. Но тем не менее, вот пожалуйста. Это люди, которые на нас повлияли. Это культура, которая на нас повлияла. Которая в нас, несмотря ни на что, есть. Мы культурная нация, друзья мои. Что бы с нами ни пытались сделать, тем не менее, мы интеллигентная культурная нация. Он нас обозвал культурными и интеллигентными. Да, сейчас кто-то скажет. Ну да, обозвал. Тем не менее, и Акуджаву мы помним, и Высоцкого мы помним, и Владимира Немухина, и их достижения. Гордимся ими и ценим их. И, конечно, вот такими произведениями искусства тоже, в первую очередь. Поэтому, еще мы вернемся к таким вот событиям в нашем сегодняшнем обзоре. Вещь очень знаковая, очень значимая, по очень правильным деньгам. И, конечно, это серьезная вещь в вашей коллекции. Продолжаем рубрику шедевры. Перед нами безусловный шедевр. Это «Свешников. Следы на снегу». Да, Борис Свешников. «Следы на снегу». 87-й год. Ну, здесь что? Мы уже говорили про этого художника. Совсем недавно очень подробно говорили. И есть люди, которые говорили мне слова благодарности о моем, не знаю, таком параллельном рассказе про жизнь и смерть. Тема смерти, безусловно, присутствует в творчестве Бориса Свешникова. Бояться этого не надо. Как и смерти вообще. Ибо ее нет. Для людей верующих, для людей неверующих это вообще все равно. Что мы имеем здесь на картине? Как и вообще в любой картине Бориса Свешникова. Это сложно сюжетные полотна. Тут есть история. Она не прочитывается прямолинейно, как мы уже говорили. Она спрятана, скрыта. И в то же время здесь все на поверхности. Чем больше смотришь, тем больше видишь, тем больше погружаешься в эту историю. Домысливаешь. Но в данном случае я бы даже привел свою историю из своей жизни. Как вот прям ложиться сюда, на эту картину один в один. В частности. Когда еще жил в Северном Бутово. Вау. Былинные времена. И когда еще зимы были настоящими зимами. И снега было много. И у нас вид из окна был такой потрясающий. Открывалась придомовая территория коротенькая. Потом какие-то гаражики, ракушечки. Потом дорога. И потом это все уходило белое поле. Белое снежное поле. Достаточно большое. И какой-то лес там на горизонте образовывался. А над нами жила пара. Очень любопытная. То есть из таких спевающихся интеллигентов, к сожалению. Причем возрастная. Возраст мог быть от 50 до 100. Представляете? То есть если 50, то плохие. Если 100, то очень хорошие. Но, в общем, скорее всего. Он такой спевающийся боксер. Вот такое выражение лица. Понятно, да? А она такая врач-преподаватель. Туфельки, шубка. Все такое. Но, к сожалению, следы регулярного употребления на лице были уже видны. И все время были какие-то драки и скандалы. Все время слышимость была, к сожалению, хорошая. Все время какая-то ругань на потолке. И что-то бухало. То ли они падали, то ли мебель падала. Ну, это такая типичная ситуация для пьющих людей. И вот Новый год. Каникулы. И где-то там, наверное, второе или третье. И мы начинаем наверху слышать вот эту вот борьбу, ругань, крики, какие-то падения, еще что-то. И потом тишина. И мы еще так, вау. И тишина, тишина, тишина. А потом вдруг слышим, как над нами из окна женский голос. Альберт, вернись! Альберт, вернись! Мы выходим в окно смотреть и застаем потрясающую картину, которую можно просто рисовать. Это вот белое поле. Такая черная фигура. Черное пальто на белом фоне. Поднятый воротник, как вот шинель у белых офицеров. И он так преодолевает какой-то сугроб. И вот в это поле вдаль начинает уходить. В расстегнутом пальто. И вот такие за ним цепочки следов. Представляете? И каждый шаг дается все труднее и труднее. И вот он уже так вот прям совсем заваливаясь. Совсем увязая в этом снегу. А снег прям чуть не по пояс. И вот в какой-то момент совсем застыл. И потом так на бок бух и привалился. А сверху все. Альберт, вернись! Альберт, вернись! И тишина. И мы такие, спасать надо. Альберт, обижаться. Оберзнет. Минус 15. И вдруг видим, выскакивает из подъезда в накинутые шубки. И значит, ты прям по этим следам, туда-туда-туда за ним. Его подруга добирается до него в этот снег. Долго сидят. Потом она его поднимает. И потом они, обнявшись, возвращаются обратно. Представляете? Ну, это просто романтика. Нет слов. Нет слов. И вот представь. Вот смотри. Вот смотрим на эту картину. Вот. Вот эта фигура уходящая. Вот они, следы на снегу. Вот в этом оконце даже, скорее всего, я, который смотрит на всю эту картину. Вот, соответственно, женская фигура. И все это и есть. Следы на снегу. Представляете? Ну, такая история. Конечно. Это вот у меня совпало с изображением на полотне. Это то, что я здесь увидел. Каждый из вас увидит что-то свое. Но вот этим вот Борис Вешников и богат. Вот это, конечно, очень правильно. Шикарная картина тому, кто приобретет лучи поддержки и нашей доброй зависти. Перед нами объект. Мы любим вообще такие заковыристые вещички. Прям жуть. Что это? Не очень понятно, да? Съедобное ли это? О, или твердое, наоборот. Сейчас и расскажем. Автор этого произведения – Осмоловский Анатолий Феликсович. Ну, ладно, раскрой секрет. Это скульптура из серии «Хлеба». 2007 год. Дерево. Итак, что мы знаем об этом художнике, об Осмоловском? Лауреат премии Кандинского. 2007 год. Это имеет значение. Кстати, вот эти все премии, которые кто-то где-то учреждает, объявляет. Если они не какие-нибудь глупые, типа мы очередного чиновника из таможенного управления награждаем очередным грамотой или медалью, а нормальные, реальные, как раз премия Кандинского в том числе, где отмечаются какие-то творческие успехи художников. На это обязательно надо обращать внимание. Это всегда такая важная веха. Не просто так все. Вот как раз Осмоловский лауреат премии Кандинского в номинации «Художник года». Что он из себя представляет? Как мы себе вообще представляем художников? Это какие-то такие ботаники, да? Или наоборот пьяницы-тунеядцы, да? Как мы про какой-то рассказывали за бог знает что. В нашем случае Бунтарий Забияко. В 90-е он основал движение ЭТИ, три буквы, ЭТИ, экспроприация территории искусства. Чего они только не творили. Например, продавали Ленина, бюст в холодильнике на Красной площади. Представляете? Он сейчас мог сказать, вот думаешь, это и я так могу. Что сейчас стоит бюст Ленина-то продать? Ну, смотря в каком году это делать, и смотря где художники. Самой громкой акцией у них был текст, когда художники и их друзья выложили своими телами на Красной площади слово из трех букв. Наверняка, кто следил за какими-то такими вот эпатажными вещами, помнит эту историю. В 1999 году в ходе предвыборной кампании Осмоловский с коллегами растянул над Мавзолеем плакат «Против всех». 99-й год. А какое предвидение настоящих художников, да? Прямо 20 лет прошло, а хоть сейчас растягивай. Ну, вернемся к нашему с вами хлебу. Деревянная скульптура. Представленная скульптура выполнена в рамках проекта «Хлеба» 2007-2009 год. По форме это деревянные скульптуры со структурой, напоминающей черный хлеб. Это правда, когда хлебушек разрежешь, особенно если он ржаной, то вот как раз вот такая пористая структура нам с вами будет явлена. Вот здесь это отображено. И одновременно это квази-иконы, которые иногда развешивали в составе иконостаса. Они и выполнены как иконы из доски с планкой, защищающей от рассыхания. Это правда. Я вот покажу вам. Это стоит того. То есть, на самом деле, предмет удивительный. Его вот надо, вот все вот эти вот фактурные вещи, чтобы немножко так вот отразились. Толщина. И вот, на самом деле, вот эти вот планочки, которые сделаны и не дают дереву рассохнуться и перекоситься. И все такое. Значит, повыше меня попросили поднять, чтобы все было видно. Я покажу. Вот. Замечательно. Даже слово там экстерьерное, там компонентное, ничего не подходит. Вот к предмету ничего не подходит. С одной стороны, минимум изображенного, а с другой стороны, глаз не оторвать. Вот будешь сидеть, смотреть, и глаз будет блуждать и возвращаться в эту точку. Вот такая точка притяжения. Увлекательная вообще композиция, увлекательная вещь, предмет, художник. Ну, все хорошо. Повезет кому-то. Отличная вещь. Продолжаем рубрику «Цветы». Еще одной интересной картиной на эту тему. Это Жарких Юрий. 78-й год. 78-й год, подчеркну, и сейчас поймете почему. Итак, Юрий Жарких. Легендарный идеолог газоневщины. У нас, кстати, был один из покупателей, который... Да это вот всякая газоневщина. Хороший коннотаз, в хорошем смысле этого слова. Но вот эта вот газоневщина нам понравилась. Ну, откуда это слово, понятно. Тем более применительно к Жарких. Он был одним из устроителей знаменитых питерских выставок неофициального искусства. В ДК Невский и в ДК имени Газа. Отсюда и газоневская культура. Отсюда газоневщина. Поэтому, уважаемые коллекционеры из Питера. Ну, это для вас. Москву тоже ничем не хотим ущемить. Но, Питер, это для вас. Мы постарались. Шикарная вещь, шикарная. Два слова о художнике. За несколько месяцев до этого, в 1974 году, Юрий Жарких участвовал в бульдозерной выставке в Москве. Да-да-да, той самой. Жарких прямой участник. В 1978 год вернулись мы к тому, на что обратили внимание в начале. Это его первый год во Франции, где он получил политическое убежище и где живет по сей день. Вот так вот. Эта картина уже из французского периода. Супер. Отличная работа. Жарких цветов. Еще один. Следующий подарок целков. Да, тиражный. На целков. Это уже для людей, у которых покрепче нервы. Это уже люди покрепче. Это уже автомобили посолиднее. Это уже кабинеты пошире. Это уже кресло помягче. И это уже за грифки покрепче. Это вот целков. Прям войдет как по маслу. Отличная вещь. Совершенно другая. Для совершенно другого случая. Отличная вещь. Продолжение следует...